С вами Таня Старикова, онлайн-школа английского языка Skyeng и нескучный английский. Это видео будет про разговоры про погоду. Нет, не про нецензурную лексику, хотя в основном именно она отражает действительность. Но мы, в конце концов, интеллигенты, поэтому в этом видео мы будем учиться, как вести разговор про любую погоду и особенно использовать эти выражения в таком вот вступительном разговоре, который называется даже не small talk, а именно weather talk. Так что поехали! И, кстати, в этом контексте, знаете, в чем плюс урока в школе Skyeng? В том, что вам вообще не нужно выходить на улицу, особенно вот в такую погоду. Урок проходит онлайн, так что просто находясь дома или в любом месте, вам нужно просто открыть компьютер и принять звонок от преподавателя. Попробовать первое бесплатное занятие вы можете по ссылке в описании внизу. Итак, мы сегодня говорим о погоде и вообще это, конечно, очень нужная тема. Даже просто, чтобы начать разговор. А по-английски говорится, чтобы разбить лед. Just to break the ice. Давайте для начала разберемся, что говорить, когда погода хорошая. В такой вот непривычной ситуации. И поможет нам сериал о отбросе. Нейтан говорит, прекрасная погода, не правда ли? И это действительно такое очень популярное выражение, чтобы вот просто начать разговор с незнакомым. А если углубляться в конкретику, то вот. Sunny, солнечный, clear, ясный. The sun is shining, солнце светит. Bright, очень ярко. И еще можно добавить такую безоблачную погоду. The sky is clear, то есть на небе не облачко. В итоге, например, можно сказать, the sun is shining and the sky is clear, чтобы описать вот погоду несуществующего летнего дня. What is up with this weather? June 6. Summer should be here already. Nothing. Just the same cold, rainy, f***ing bullshit every day. Rainy, f***ing bullshit. Rainy, дождливый. F***ing... Нет, я не могу это по-русски сказать. Ну, короче, вы поняли. Вообще, очень удобно, что большинство описывающих погоду прилагательных образуется просто прибавив Y к концу слов, которые вы и так уже знаете. Rainy, дождливый, snowy, снежный, sunny, солнечный. Например, мы можем сказать Сейчас ветрено. It's windy. Сегодня штормит. Today is stormy. Облачно, cloudy, прохладно, холодно, chilly. Кстати, как поет Maroon 5 про еще одну прохладную зиму в Нью-Йорке. То есть, chilly winter прохладная зима, chilly night прохладная ночь. А вот просто переменчивая погода changeable weather. Ну, и наши любимые молнии это lightning и гром. И все вместе. Давайте-ка обсудим еще такую важную историю, как узнать сколько градусов на улице. Вообще, вопрос формулируется как What's the temperature outside? То есть, какая температура на улице? И часто употребляется такой разговорный вариант You know the temperature outside? или Do you know the temperature outside? То есть, что там вообще на улице-то? И да, если понятно, какое там время года на улице, холодно или тепло, вы можете спросить просто How cold is it outside? То есть, насколько холодно на улице? How hot is it outside? Такая формулировка, кстати, может помочь избежать путаницы со шкалами измерения, потому что в большинстве стран и у нас тоже используют шкалу а в США, например, шкалу Фаренгейта. В Британии редко, но иногда тоже Фаренгейта. Так что, если вам говорят, что на улице 50 градусов, а вы не согласны, то можете уточнить То есть, какую систему измерения ты используешь. Короче, в любом случае, ниже или выше нуля это И вот, допустим, кадры из Стартрека. Уж не знаю, какую систему исчисления они используют, но там минус 270. Но, конечно, часто, когда понятно, температура выше или ниже нуля, слова below и above просто опускают и остается Просто 10 градусов. Например, вот в отчаянных домохозяйках герой советуется с собакой, как он выглядит. И он говорит, да что ты знаешь, на улице 80 градусов, а ты носишь шерсть. Ну и давайте напоследок рассмотрим несколько таких погодных крайностей и начнем с, когда очень холодно. Допустим, вы можете сказать, давай быстрее, очень холодно, я прям замерз, мороз, капец. Другая крайность, очень жарко, кроме hot, 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 можно сказать scorching, палящий. Например, здесь герой говорит long days scorching heat то есть длинные дни, палящая жара Но или это, кстати, прилагательно употребляется и внутри помещений, тогда, как правило, говорят it's stuffy in here то есть здесь душно. И очень часто stuffy используется, как и в русском, как синоним слова скучный, ну, душный какой-то. Например, в этом отрифте отправление в скучный колледж в Новой Англии и вот посадка уже заканчивается. Ну и последняя крайность это очень сильный дождь heavy rain если в него попадаешь, то пропадаешь насквозь по-английски ну, а, соответственно, сильно промокнуть и вот вам пример, откуда вы бы думали из Pinocchio и вот вам еще заготовочка, как встретить промокшего насквозь человека Ты промок насквозь Типичная такая жена Ну, знаете, из-за плохой погоды, конечно тоже не стоит грустить Как говорят англичане every cloud has a silver lining то есть, ну, короче, нет худа без добра и в такую погоду прекрасно можно позалипать на ютубе поучить английский чем сейчас и займемся давайте повторим то, что уже разобрали, чтобы ничего не забыть срочно Срочно Начать разговор о погоде можно то есть, прекрасная погода не правда ли? Про хорошую погоду мы скажем то есть, на небе не облачко Ну, а про не очень хорошую погоду мы можем сказать всеми прилагателями которые заканчиваются на у Rainy, дождливо Windy, ветрено Stormy, типа сейчас шторм cloudy, облачно snowy, снежно chilly, прохладно chilly winter, chilly night А если по-серьезному все то, например, heavy rain ливень, очень сильный дождь changeable weather переменчивая погода lightning, молния thunder, гроб Как мы спросим, какая температура за окном или просто ну или А ответить на этот вопрос можно ну или просто если понятно, где они выше или ниже нуля Погодные крайности Прям мороз, короче, вообще палящая жара слишком душно а если вы имеете в виду помещение It's too stuffy in here It's too stuffy in here и наконец быть мокрым насквозь to be soaking wet или сильно промокнуть to get soaked И вот после этого огромного списка напоминаю вам, что все эти слова можно повторять в приложении А пока вы не расслабились сразу домашнее задание напишите внизу в комментариях где вы сейчас находитесь и какая там погода на английском используя все вот эти вот выражения и чтобы помочь вам обогатить еще больше словарный запас мы оставим внизу ссылку на статью в которой еще больше выражений про погоду Ну а самые крутые и правильные варианты как всегда получат приз в следующем видео И для тех, кто досидел до конца еще такой небольшой анонс 7 июля Skyend выпустит новый курс такой прям свежачок, короче по материалам из сериала Друзья Это будет бесплатная имейл рассылка на нее вы можете подписаться уже сейчас и обещаю, что сделаем обязательно видео урок по материалам из этой рассылки но если будете подписываться уже сейчас то вот в эту пятницу получите шутки разбор всяких слов разговорных конструкций по материалам в сериал Друзья Ссылку на нее вы конечно знаете где искать Ну а с вами была Таня Старикова онлайн школа английского языка Skyeng и не скучный английский Goodbye See ya!